Здравствуйте, мы на репортере в прямом эфире, это студия, меня зовут Григорий Блайда. Мы сегодня проанализируем актуальную повестку, информационную повестку, которая сегодня происходит в Украине и в последней неделе из-за ряд скандальных законопроектов, которые приняла Верховная Рада Украины, которые стали впоследствии законными. Народный депутат Украины Сергей Кивалов у нас в студии. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу начнем с интерактива, который мы зададим нашим телезрителям. Вы одобряете принятой парламентом реформы? Да, либо нет? В конце программы подведем итог нашего интерактива и 34 92 58 звоните в студию и задавайте народному депутату Украины свои вопросы. Я думаю, мы все успеем рассмотреть. Итак, Сергей Васильевич, первый вопрос от меня. Уже неделю в Киеве проходит акция протеста с достаточно неоднозначными требованиями, как с точки зрения экспертов. Антикоррупционный суд, изменение избирательного законодательства. И, что интересно, требуют митингующие снять депутатскую неприкосновенность. Какая Ваша позиция в этом отношении? Я слышал о том, что Вы выступаете, поддерживаете снятие депутатской неприкосновенности. Если это да, то почему? Вы знаете, я уже не один год в парламенте. И как приходит новый президент, он сразу ставит вопрос о депутатской неприкосновенности. Но если первое чтение проходит, и Вы видели 330-340, а потом вторая сессия, потому что у нас Конституция относится к жестким нормативным актам, и на следующей сессии нужно будет набрать 300 плюс 1. Я Вам говорю, что потом начинают говорить, а давайте так поставим, а давайте так, и никогда этот вопрос до конца не доводит. Знаете, можно было его довести еще в 2014 году, потому что в первом чтении предыдущий состав Верховной Рады, он уже проголосовал в первом чтении. Нужно было просто в 2014 году или в 2015 году просто во втором чтении поставить, и не было бы разговоров вокруг депутатской неприкосновенности. Я всегда голосовал за снятие депутатской неприкосновенности. Не снятие, а просто чтобы мы, народные депутаты, имели такое же, на нас распространялись те же законы, как и на граждан. Потому что особенно это касается мажоритарщиков, те люди, которые работают с гражданами. Мне, допустим, неловко, когда приходят на прием граждане и говорят какие-то вещи, а мы вроде бы как неприкосновенные, вроде бы какая-то другая и какая-то элита. Я считаю, что это неправильно. Должно быть для всех одинаковое законодательство, и оно распространяться одинаково должно быть. Другое дело, если это касается непосредственно, допустим, вопросов, связанных с депутатской деятельностью. Ты задаешь вопросы, ты обращаешься к правительству, к президенту и поднимаешь очень острые вопросы, особенно если ты в оппозиции, ты неудобные вопросы. Вот за это, я считаю, что нельзя привлекать к ответственности за то, что ты ставишь очень жесткие вопросы. Не опасно ли быть оппозиционером в Европейском парламенте? А я вам хочу сказать, что, помните ту статью, так я потом доказывал, что я не имел в виду свержение государственного строя. Это изменение Конституции. Я четко говорил об этом. Но на протяжении длительного времени я ходил в Генеральную прокуратуру и провел 18 экспертиз, что это как депутат, как парламентарий. Я говорил, что это нужно управлять как следует государством. Сергей Васильевич, еще один звонок в студию. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, задавайте свой вопрос, мы вас слышим. Я хочу, Сергей, спросить, как... Вот мне 82 года, да? Всем дали... Я проработала на заводе «Изор» в детском саду. Ну, в общем, как 30 лет. Но я увольнялась и месяц не работала. Потом снова пошла и ушла на пенсию. У меня уже было 17-18 лет. Я на одном месте проработала, как говорится, вот все время. И мне почему-то пенсию не дали. Не добавили. Ну, знаете, вы приходите, приходите, пожалуйста. Вот у нас есть... Ну, тогда мы к вам пришлем. Оставьте свой адрес. Мы обязательно свяжемся с вами и посмотрим конкретно ситуацию, какие у вас есть документы, подтверждающие ваш стаж работы. И с удовольствием, ну, проведем все то, что необходимо. Если пенсионный фонд не будет пересчитывать вашу пенсию, то есть куда обратиться. Мы составим исковое заявление, можем пойти... Да, сообщите сейчас режиссерам свои данные, пожалуйста. Давайте поговорим еще об одной реформе, скандальной реформе. По сути, если государство экономит сейчас на пенсионеров, все к этому идет, то пытается заработать на пациентах, на тех людей, которые обращаются за медицинской помощью. Медицинскую реформу принял парламент на прошлой неделе. И, по сути, он де-факто легализует платные услуги. То есть делает большинство медицинских услуг для населения платными. Бесплатным остается только вызов врача на дом, который уже в дальнейшем вас направит к какому-то лечащему врачу, которому вы официально должны будете заплатить. Суммы исчисляются десятками тысяч гривен, в зависимости... А то и сотнями тысяч гривен, в зависимости от заболевания. Вы тоже не голосовали за эту реформу. Ваше отношение к этим нововведениям в медицинской среде... Ну, если я не голосовал, то, естественно, что я голосовал против. Почему? Я голосовал против, потому что это не медицинская реформа. Это просто геноцид над украинским народом. Я не боюсь этого слова и говорю открыто. Почему? Да потому что то, что сегодня нам предлагают для наших пенсионеров, это просто убийственно. Вы знаете, что просто ликвидировали все, что было, даже и работало. Например, вот сегодня после реформы скорой помощи не будет врачей. Будет просто скорая помощь работать как такси. Вызвали, доставили, в больницу оказали. А врачи, которые, как сейчас мы привыкли, выживают, пожилой человек, когда катастрофический, когда болен, когда приступ, они сегодня худо-бедно оказывают помощь. Не так, как хотелось бы, но все равно. Вы понимаете, в чем что произошло? Теперь этого института вообще не будет в медицине. То есть не будет скорой помощи. Вас доставили, вы будете там ждать, и первичную помощь окажут, не окажут. Вот посмотрели расценки, которые сегодня опубликованы, ни для кого не секрет. Чтобы только кардиологию пройти и любую процедуру сделать, менее 60 тысяч нужно будет заплатить. Это просто, где пенсионер, который имеет мизерную пенсию, ему не хватает на продукты питания, ему не хватает денег заплатить коммунальные услуги, а он еще должен платить за то, чтобы ему оказали самую элементарную помощь. Это просто беда. Беда во всем. И для того, чтобы как-то спрятать норму Конституции, а в Конституции основной закон, опять мы возвращаемся к Конституции, зафиксирована бесплатная медицинская помощь. Вы понимаете, и они решили по одной гривне, ну чуть больше, чем одна гривна в день, бесплатно оказывать помощь. Нельзя думать, что люди просто ничего не понимают и не знают, и не разбираются. Люди все понимают. И граждане у нас умеют, самая читаемая нация, и умеют читать, и задают вопросы. И я просил своих коллег, чтобы они этого не делали, потому что это нарушение Конституции. Ну уже, по-моему, смотрите, одно нарушение, второе нарушение, третье, как незакон, так нарушение Конституции. Как незакон, так нарушение Конституции. Поэтому то же самое. Будем обращаться в Конституционный суд. Ну, не знаю, если даже он рассмотрит этот вопрос, и как будем менять. Нужно исполнять действующее законодательство. И мы сегодня еще не почувствовали, вот граждане, особенно пенсионеры, наиболее незащищенные слои населения наше, они еще не знают, что преподнести те народные депутаты, которые проголосовали именно за это. Я вам хочу сказать, что очень неудобные депутаты, некоторые депутаты от Одессы, в том числе и я, потому что мы не голосуем за такой бред, потому что придет определенное время, и тебя спросят, а как же ты голосовал? Ты вот пришел, ты, значит, говоришь нам о реформе, все, выборы будут. А как ты пойдешь в карту, если ты проголосовал против своих же граждан? Поэтому я считаю, что вот сегодня, говорят, еще одна реформа. Вы задавали вначале вопрос в отношении избирательного законодательства. В том числе? Да, а избирательное законодательство предусматривает, чтобы мажоритарной системы среди депутатов не было, чтобы все пропорционально. Если ты нравишься лидеру партии, то ты будешь народным депутатом. Если ты не нравишься, ты никогда не будешь народным депутатом. И начинает мне рассказывать, что особенно мне и моим коллегам, которые выступают против того, чтобы было чисто пропорциональной системы. Так сегодня граждане и так редко общаются и видят своих народных избранников. Так вообще не будут никогда видеть, потому что они не будут осуществлять приемы, они не будут встречаться с гражданами, потому что это чисто пропорциональная система, которая предусматривает чисто партийные списки. Но я вам хочу сказать, если нам сегодня ссылаются все на западное законодательство, то есть европейские страны, допустим, Великобритания. В Великобритании вообще колыбель мажоритарки. Все округа у них практически мажоритарные. Поэтому я считаю, что если будет смешанная система, то это, наверное, неплохо все-таки будет. У нас телефонный звонок на линии ждет включения. Здравствуйте, говорите, вы в эфире? Алло. Да, да, задавайте вам вопрос, мы вас слышим. Здравствуйте, Иван. Сергей Васильевич, я хочу вам задать вопрос. Это, по пенсионному. Значит, я инвалид второй группы. Получил инвалидную пенсию 900 гривен. Когда перейшел на свою пенсию, на свою пенсию перейшел, мне добавили всего 200 гривен, сказали, что это хватает, у вас немає стаза там и еще что-то начали мне. Ну, я на это садил и плюнул. Ну, во время Януковича там добавляли, добавляли, добавили до такой степени, что 1200 я получал, потом 1300, потом 1400, все, и так закончилось. Теперь начали добавлять, добавили всего 700 гривен. У меня стаж 41 год. Я отработал, я отработал 41 год на одном предприятии. У меня трудовая, все на цехи. И никто ничего кому не скажет, не додвигают плечами, никто ничего. Вот менеджинка тоже. Ничего не добавили вообще. Что я могу так скажу? Я вам хочу сказать, ну вот, как и предыдущий, пожалуйста, вы сможете подъехать на прием, бесплатную юридическую клинику, мы все посмотрим. Но это какое-то недоразумение. Если вы инвалид второй группы, получаете 900 гривен пенсии, такого не может быть. Я вернее, может быть в нашей стране, все может быть. Но я хочу посмотреть, что у вас 41 год стажа, конечно, вам нужно делать перерасчет. И я считаю, что это вообще непонятно, как получилось. Видимо, вам нужно быть более активным. Извините, что я так говорю. Вам нужно бить во все колокола для того, чтобы посмотрели реально. Даже по этому законодательству, которое сегодня принято, вам все равно необходимо, чтобы был перерасчет пенсии для того, чтобы увеличить ее. Но вот минимальная пенсия, которую вы должны ее получать, я просто удивлен, если получается, пожалуйста, приходите, приходите хотя бы, можете даже завтра, как вам удобно, с 10 часов вас примут и фамилию назовите там, чтобы мы знали, ну и реально нужно или копии документов принесите, или оригиналы, чтобы мы посмотрели и помогли вам в правом отношении. Все проблемы, которые озвучивают люди в нашем эфире, они очень актуальны в свете ближайшего вопроса, который я хотел вам задать. В Министерстве социальной политики Украины заявили, что государству не хватает приблизительно 10 миллиардов гривен на выплату субсидий, в том числе таким людям, которые не способны сами оплатить тарифы жилищно-коммунальных хозяйств. При этом долг украинцев за услуги ЖКХ на октябрь месяц уже превысил 25 миллиардов гривен. Не секрет, что государство всячески пытается урезать количество получателей субсидий, при этом долги по коммуналке растут. Есть ли выход по вашему из этой патовой ситуации, которая как снежный ком накапливается в этой стране и люди это ощущают? Есть выход. Гнать всех и пойти на выборы. Гнать правительство, гнать Верховную Раду, пойти полная перезагрузка власти. Они не имеют возможности и не умеют управлять страной. И поэтому, если мы проведем очередные выборы одновременно и в Верховный Совет, и в местные советы, то мы избавимся от тех чиновников, которые говорят, что у них то 25 миллиардов не хватает, то 10 не хватает. Довели людей до того, что если он получает эту минимальную пенсию, гордятся тем, что добавили там кому 50, кому 100, кому 200 гривен, а за три года инфляция. Вы помните, какая пенсия была у граждан, в тринадцатом году? В двенадцатый, в тринадцатый, в десятый. Это примерно больше пенсии, если в долларах, больше 200 долларов, а сегодня меньше 40 долларов. Вот вам доуправляли. Самые низкие показатели среди стран на большую советскую сеть. Да, более нищие страны, чем наша, нет. Доуправлялись. Подождите, друзья, ну не умеете управлять, уходите с Богом. Есть люди, которые в состоянии управлять и сделать это. Понятно, что у нас сегодня ситуация, которая сложилась, и как с нее выходить. Я считаю, что граждане просто не в состоянии оплатить будут за коммунальные услуги. Я это точно знаю, но нужно пойти в магазин, купить элементарные продукты. А если нужно еще зайти в аптеку и в аптеке что-то купить, а как заплатить за коммунальные услуги? Или с голоду умереть, или оплатить за коммунальные услуги? Да лучше, наверное, все-таки пойти и продукты купить. Вы знаете, это не популизм. Я просто говорю реальные вещи. Ну не может человек платить за коммунальные услуги сегодня, самая элементарная однокомнатная квартира, а платить нужно около двух тысяч. И повышение еще, еще, еще. А где же он возьмет деньги? У нас буквально шквал звонков. Очередной телезритель желает пообщаться с народным депутатом, задавайте свой вопрос. Алло. Да, мы вас слушаем. Добрый день. Да. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим, задавайте свой вопрос. Сергей Леонидович, я считаю, что вы, наверное, нас должны быть следующим президентом. Если можно, вопрос ваш. Будем благодарны вам. У меня не вопрос, у меня пожелание. Я вам желаю здоровья, счастья, всего самого лучшего, добиваться того, что вы сейчас сказали бы, пили. Спасибо. Спасибо вам. Благодарим вас за ваше мнение. Сергей Сергеевич, у меня вот был конкретный вопрос еще один. Вот вы лидер морской партии, украинской морской партии. Вы последнее время серьезно заботились проблемами украинских моряков, которые оказываются в непростых ситуациях за границей. Неоднократно я сотрудничаю с благотворительными организациями, которые помогают этим людям, которые общаются здесь с родными и близкими этих людей. Вот одна из ситуаций. Недавняя необходимость возвращения на родину Андрея Новичкова. Это украинский помощник капитана иранского судна, которого обвиняют в убийстве. Я напомню, член экипажа этого судна выпал за борт, и вот Андрея Новичкова вменяет убийство. Сейчас этот человек в очень сложной ситуации находится в Иране, без возможности вернуться в страну. Что конкретно по этой ситуации слышно? Какие новости? И что делается в направлении спасения украинских моряков за границей? Вы знаете, это действительно на приеме пришла бабушка Андрея Новичкова и рассказала о ситуации, которая в их семье произошла. Вы знаете, ну просто беда. Вот она рассказывает такая ситуация, что у них, то есть Андрея Новичкова мама, она тяжело заболела. И Андрей пошел в рейс. Ну у нас что, у нас же украинских судов нет под нашим флагом. Ну и был рейс старшим помощником иранское судно. Его пригласили, он хороший специалист, имеет 15 лет стажа, это я потом уже узнал от бабушки. Он только сел на судно, одна беда не приходит. И мама у него умерла. То есть бабушка, осталась бабушка одна. То есть больше никого нет. Он, случилось вот то, что вы сказали. То есть его обвиняют в том, что произошло самоубийство или убийство. Ну по нормам международного права ответственность за все происходящее на судне несет капитан судна. Непосредственно. Непомощник. 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 Никто. А он непосредственно. Как только судно причалило к границе Ирана, его сразу арестовали. Арестовали и начали обвинять именно в этом. Ну кому она может обратиться? Вот она обращалась, приезжала в Киев, пыталась попасть к президенту Украины, пыталась попасть к министру иностранных дел ноль. Никто не хочет заниматься. Я понимаю, что это проблемное, это действительно проблемный вопрос. Я с ней встретился, я сказал, что я хочу вот и начал заниматься этой конкретной конкретной ситуацией. Оказалось то, что мы депутатские, несколько депутатских запросов было. Я встретился с послом, чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Украине. Я с ним виделся, мы с ним обсуждали этот вопрос. Я говорю, вы посмотрите, вот это такой-то, такой-то, не может такого быть. Он говорит, а нашего гражданина в Харькове арестовали. Вот выпустите гражданина. Обмен? Да. У нас привыкли сейчас к обмену. Он находится в Харькове в следственном изоляторе за какое-то преступление. Он говорит, вы отпустите нашего, мы отпустим вашего. Я говорю, но я не занимаюсь обменом. И я не уполномочен. Я как народный депутат прошу вас, очень прошу вас, чтобы вы помогли и повоздействовали на свое правительство, чтобы выпустили Андрея Новичкова. Вот для меня самый главный вопрос. Ну, мы разговаривали длительное время с ним, мы обсуждали этот вопрос. Ну, вот я с ним в переписке. Я с ним уже дважды с ним разговаривал, я с ним общался. Я написал депутатский запрос и генеральному прокурору. Генеральный прокурор ответил мне. И сегодня я общался с прокурором Харьковской области и говорю, ну, не нарушайте сроки содержания под стражей гражданина Ирана. Там уже прошло семь месяцев. Давайте, чтобы вы, ну, вот, отнеслись к этому. Потому что для меня конечный результат это вот Андрей Новичков. Это раз. Второе, больше того, для того, чтобы, ну, наверное, хоть как-то повоздействовать на все эти процессы, помочь этому Андрею, мы, я записался в группу дружбы парламента Ирана и парламент Украины. Для чего? Для того, что это вот недавно, как я начал заниматься, я стал, записался в эту группу. Может, придется даже поехать туда? А как? Кто поможет? Вот мы, я благодарен каналу Репортер, что вы показываете и рассказываете о той беде, в которую попала эта семья. Ну, семья из двух человек. Бабушка и внук остались. А бабушке 82 года. А не дай Бог, что-то с бабушкой случится. И она живет только этим. И ее информирую, и подбадриваю, и говорю, и показываю ей письма, что мы пишем, мы занимаемся. И говорим, вот это, наверное, самое главное для гражданина, для народного депутата, который, если есть хоть малейшая возможность, нужно оказывать реальную помощь. Вот я горжусь, что я этим занимаюсь. Хлопотно, да, нужно. Вы можете представить сегодня Иран и Украина, и мы знаем все политические такие движения, но я не мог по-другому поступить. Я записался в эту группу, и по всей вероятности надо мне выезжать туда и со своими коллегами искать парламентариев Ирана для того, чтобы, ну, наверное, если не получается здесь через посольство, надо выезжать. Андрею никто не поможет. Если мы, одесситы, не объединимся и не поможем. Удивительно, почему не подключаются к этому министерству иностранных дел? Ну, к ним вообще много вопросов. Я писал официально из трибуны Верховной Рады было обращение к ним, что, пожалуйста, займитесь. Это гражданин. Это их обязанность прямая. Это да. Ну вот они мне ответили, что занимаются. Вот видите, как занимаются. У нас телефонный звонок еще один в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте вопрос Сергею Кивалову. Добрый вечер. Сергей Васильевич, я работник, бывший работник госслужбы или, скажем, органов местного самоуправления. Очень тяжело работала. Работала с обращениями граждан. Это выдержать эту работу просто не было сил. Но я терпела ради того, чтобы я знала, что я буду получить приличную пенсию. И что же, с 2008 года нам ничего не пересчитывают и сейчас ничего не пересчитали и не обещают, что самое интересное. Лева сказал, что мы эти степпенсии пересчитывать не будем. А что же нас ждет дальше? Да, госслужащие это отдельная вообще проблема в контексте пенсионной реформы. Вот до сих пор госслужащим не пересчитали пенсии, несмотря на то, что они в свое время больше всех отчисляли налогов в государственный бюджет. Я знаю эту проблему и мы занимались этой проблемой. И несколько обращений было. И правительство мне обещало, что обязательно пересчитают и приняли эту реформу. И приняли эту реформу. Единственное, что могу сказать, что будем добиваться, чтобы отменили эту пенсионную реформу и сделали так, чтобы те люди, которые работали на госслужбе, да и не только на госслужбе, они заработали, они имеют огромный стаж, они действительно ненормированный рабочий день. Я знаю хорошо, что такое госслужба. И они сегодня остались у разбитого корыта. К великому сожалению. Ну вот смотрю вам в глаза и хочу сказать, что будем все делать для того, чтобы пересмотреть этот подход по начислению пенсии. Но только тогда, когда придет новый парламент. А как сегодня убедить? Ну, будем подавать в суд. Сейчас запустим еще один пилотный проект. Об этом мы с вами говорили. Надо подавать. Будем помогать вам составлять исковые заявления в суд. Суд не помогает, пойдем в Европейский суд по правам человека. И, видимо, ну, наверное, я не должен это говорить, но я буду всячески помогать для того, чтобы, ну, правда, восторжествовало. Было 12 тысяч обращений, больше 12 тысяч обращений в Европейском суде по правам человека. Будет, наверное, 50 тысяч. Потому что сегодня то, что сделали с этой пенсионной реформой и сделали, вот, особенно то, что касается государственных служащих, это просто катастрофа. Единственное, что будем помогать юридически для того, чтобы, ну, для того, чтобы судиться с государством. Нам придется. Я не вижу другого. Другого ничего не осталось. Правовых рычагов нет сегодня, как через международные организации. Хоть там еще как-то может услышать нас. Хотя я вам хочу сказать, что если мы сами для себя не сделаем, если мы не пересчитаем, если мы не изменим действующие законодательства, никто за нас это не будет делать. Кому мы нужны, кроме собственных граждан, детей, внуков. Вопрос, который не могу не задать, учитывая, зная вашу позицию, жесткую позицию по языку в Одесском регионе в частности. Парламентская ассамблея Совета Европы вслед за обращением Венгрии и Румынии жестко раскритиковала и вынесла резолюцию, осуждающую закон об образовании в Украине в части языковой политики. Из уст украинских политиков мы все чаще слышим комментарии в отношении Венгрии, Румынии, Болгарии, но вот не слышим в отношении русскоязычного населения. Ваша позиция по этому, по резолюции ПАСЭ и, собственно, по языковому, по образовательному закону? Знаете, как-то люди или боятся, или просто не хотят сейчас немодно говорить о русском языке. Я подчеркну. Это не модно просто, да. Нет, ну, наверное, все-таки боятся. Вы знаете, вот сегодня, да, мы же говорим о русском языке, не о российском языке. И половина населения страны сегодня говорит на русском языке. Я вам хочу сказать, в кулуарах парламента практически все разговаривают на русском языке. Зайдите в учреждения, в госучреждения, зайдите в общественный транспорт, все говорят практически на русском языке. Да, западная Украина, западная часть нашей страны, они там украиноговорящие. Но мы же не можем не учитывать такое количество. Есть то, что касается там полтора процента венгров, которые живут, и они, ну, наверное, полтора процента, и румын чуть меньше, но о них поднимает вопрос о русском языке, они стали говорить. Я горжусь, что я внес этот законопроект, хоть как-то мы разбавим. Но сегодня некоторые статистики они просто уничтожаются. Вот по телевидению и радио есть квоты 75 процентов, и постепенно, постепенно начинают наступать на русский язык. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что вообще нужно конкретно один раз и навсегда принять закон, который будет регулировать эти вопросы. Но у нас статья Конституции четко записана, что государство гарантирует обучение и правовое положение русского языка и других языков меньшинства. Хорошо родину любить, когда уехать за рубеж и оттуда начинать говорить, что вы должны вот говорить только на том языке. А тот, который не знает этого языка, к великому сожалению. Я знаю язык украинский и общаюсь, но люди, я живу в Одессе, просто чтобы не забыли. Другие, что в Одессе 90 процентов сегодня говорят на русском языке. Но не надо эту проблему замалчивать. Нужно об этом говорить. И понятно, что мы поднимали и говорили. Вот я когда принимали закон образования, я обратил внимание на это и говорил, что давайте внесем изменения, давайте не будем трогать религию, язык. Подождите, ну как? Как мы же можем? Ну, приняли реформу. После четвертого класса они будут сдавать ЗНО. А если он после четвертого класса, школьник не сдаст ЗНО? После девятого класса он будет сдавать ЗНО, а если не сдаст, даже в ППУ не возьмут. Ну, разве это не бред, который сегодня мы имеем? И я не слышал еще во всяком случае так массово, чтобы кто-то из народных депутатов поднимал эту тему. А чего мы не должны поднимать? Мы живем во всяком случае в Одессе и мы должны отставить интересы в первую очередь жителей нашего города и нашей области. Ну и не только в области. Я говорю вам, что и в других регионах есть русский язык, поэтому надо вносить изменения. Нужно вносить изменения в законообразовании, нужно вносить изменения в действующее законодательство, которое регулирует эти вопросы. Давайте последний на сегодня телефонный звонок. Выслушаем вопрос нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Васильевич, я с вами согласен, засмотрю вас. И мне очень нравится ваше выступление и все. Я хочу просто одно. Если будет новая власть, чтобы в первую очередь и медицинскую реформу надо уничтожить. Это не медицинская реформа. Я знаю, сколько денег я трачу на лекарства своей мамы, ей 86 лет. Она гипертоника. Понимаете? Это страшно. Это страшно просто. Понимаете? У меня нету слов, короче. Предложение ваше. Мы это в первую очередь и сделаем. И медицинскую реформу, и пенсионную реформу, и образовательную реформу. Конечно, будем менять. И первое, что необходимо сделать, это, конечно, именно это. Никто статью Конституции в отношении бесплатной медицинской помощи не отменял и вряд ли отменит. О том, что вы говорите красноречиво свидетельствуют данные нашего интерактивного опроса, 98% наших телезрителей не одобряют принятой парламентом реформу. И лишь 2% людей, которые смотрят наш эфир, относятся к этому положительно. Как вы прокомментируете? Так хорошо комментировать. 98%. Я знаю, чем я живу в этом городе. Я общаюсь каждый день со своими знакомыми, друзьями, с простыми гражданами. Я живу, и я по-другому не мог поступить, когда были эти голосования. Конечно, неудобно. Если честно, просили, говорили, убеждали проголосовать. Как можно голосовать? Я потом бы не смог заехать в Одессу. Я бы потом, мне бы, я не знаю, как бы можно общаться. Но я не знаю, как другие депутаты, это просто, знаете, это не, наверное, они просто не общаются ни с кем. Я хочу вам сказать, что я не знаю, как мы будем выживать. Особенно сейчас, зимой, надо будет, вот мы сейчас внесли, и хотим отменить, попробовать через Верховную Раду, отменить, ну, медицинскую реформу. Внесли уже сейчас. Но, знаете, если они проголосовали 240 народных депутатов за медицинскую реформу, ну, получится, ну, хотя бы мы попробуем, чтобы это сделать. Ну, надо что-то делать. Но нельзя так относиться к людям, то, что сегодня мы имеем. Я сижу, смотрю, иногда смотрю телевизор, смотрю средства массовой информации, другие каналы через соцсети, и некоторые еще чиновники выступают. Это достижение, вы знаете, это здорово, что мы приняли медицинскую реформу. Посмотрите, пройдет месяц-два, что это за здорово будет. Я понимаю, что находить нужно какие-то, какие-то самые элементарные вещи, чтобы помочь гражданам. Вот мы сделали клинику стоматологическую на базе Международного гуманитарного университета. Ну, малоимущим будем оказывать помощь в отношении лечения зубов, пломбирования и так далее. Но это бесплатно будем делать. Ну, сколько? Ну, мы тысячу, ну, две тысячи сможем помочь. Всех не охватишь. В целом, государство должно обратить на это внимание. Ну, вот, к сожалению, к великому сожалению, мы оказались в меньшинстве. Спасибо, Сергей Васильевич, за то, что осветили и поговорили с телезрителями на самые актуальные темы, которые сейчас в обществе муссируются. Приходите, рады вас видеть в нашей студии. Спасибо. Оставайтесь с репортером, увидимся, счастливо.